господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 246 события дня 1 петра 4 7 впрочем близок всему конец за 14 августа 16 года и далее рассмотрите ту беду которая доставил этот человек россии и церкви христовой можете задержать и дальше считать многие сегодня занимается именно этим созданием распространение злобных слухов сплетен разрушительные клеветы вокруг меня тут такая свистопляска идет все время ничего не делают просто работаю все с утра до вечера включенные в работу вот события дня воскресенье договариваюсь с шоферами машины уговариваю чтобы отвезти бабушек наших по всем местам где мы работали работа на прудах заканчивается уже практически закончена ну на одном еще дня два будет там если выправить машину сломалась на южем и это будет ролик поставлен как серафима гавриловна все-таки уговорила и поехала везде 90 лет и матушка и надежда васильна и анила александровна это все будет показано я спрашиваю ребят скажите а вы стали бы этим заниматься это ходить их уговаривать начала они привыкли сидеть на одном месте ничего не не видят у меня желание чтобы они увидели о чем они молились плоды молитвы что вот так господь сделал вот так теперь получилось дыхание еще более стали молиться возился вчера полдня можно сказать а утром рано еще в церковь не пошли звонят поймали вора 5 вора воровали тут какие там где алюминий вещи фляги все это и заметил володя плотников этот человек не церковный неверующий совершенно мирской сын серафимы гавриловна и он на машине догнала тот по полю по гречихе все-таки задержал его но тут наши прибыли на машинах а еще трое с и спрятались по кустам и удрали где скадникова мы записали зале у него паспорт телефон это интересно полицию долго ждать приходится полиция приезжает сначала один участковый корченский мальчишка совсем нормально нигде не вмешивается но ему паспорт даем он не берет то есть нельзя брать как же нельзя задержали вора задержали пойманная у него все что он наворовал за ночь нельзя приехал из уголовного розыска человек очень не расположены к нам прямо не расположены он преступников видимо больше уважает по потеряевка тут пуп земли разобраться надо то есть мы преступника не имели права как за задерживать я не слыхал еще такого раньше как-то это ставилось заслугу а сейчас никак то есть мы им портим процент видимо даю где-то отчет я так предполагаю что преступности нету и вдруг потеряевка раз вор два вор и и маленькие тут поселение варьета везде из машины детали выкручивают снимают горючее сливают овечек воруют ночью все тащит абсолютно все и это конечно делается известным а значит и преступность остается такая и вот он здесь прямо нахально этот из уголовного розыска такой уже пузатенький и прямо не расположен он приезжал в лагерь как-то его тут не приняли не разговаривали он на меня небось вот я там приезжал меня не принял я на меня а я и не был в лагере я и не знал что вы приехали он не слышит ничего вот при этой должности должности если ты должности своей не прилагаешь сердце ты просто паразит прожил жизнь но доказательство пожарника что предупреждает нет пожара потушил не сгорел у тебя преступности вокруг зачем ты нужен то еще нападает нападает ворчит мстительный ну какой же ты муниционер то но не приняли даже не приняли мое право тебя не принять не разговаривать с тобой тем более такой ты не расположенный если бы я даже был и тогда они вот теперь вызываете нас но не будем вызывать самосуд будем делать володя спрашивает что делал да ничего хайдакал его и зарыл землю этого вора все он заглох но вы этого ждете будет это перед разрушением государства всегда банды гуляют вот обязательно будет это 1612 год и куда-то не денется просто безобразие шериф какой-то он должен знать что у него что него делает это полиция девчонки там приехали какие-то его преступник у него телефон взяли все адреса звонить а те уже договорились видно так похоже что если сигнал дам а телефон то у него он успел нажать вы там знаете сразу обращайтесь милиции что незаконно задержали моего мужа то есть вора на сами скорее прящие что там наворовали я предполагаю пример вот такого них план такой расклад сводить туалет а туалету пошел там но обещайте хотя милиция тоже полиция приехала нет нет по туалет ведут а там что угодно могут сбросить убрать и а моих отпечатков нет на этом то есть он за рулем сидел отпечатков нет он сначала брал удирал а теперь нельзя что фотографирует только мужа его было фотографировать четыре часа мощи в темноте фотографирует у собаки залаяли это все будет выставлено беда огромная беда зачем такая полиция нужно это оборотни стопроцентные оборотни которые людей убивают останавливают как в ростове женщина руководитель была милиционер этой банды демоническая сила у него оружие я сидел с милицией в одних камерах не залазит он выставил пистолет и в спину выстрелил убил человек где-то видом или майор там расстрелял магазине людей и как будто не видит не знает а чего безбожник зверь зверь при погонах меня не снимать все время боится чтобы его не сняли у нас церковную ограду приезжал этот из уголовного розыска и фамилии имени даже и знать не хочу нельзя снимать как нельзя ко мне приехал на церковном пороге стоишь и нельзя тебе снимать а теперь вот звоним да у него все уголовно и вид его уголовника и жаргон и все ну ну можно как-то что-то приструнить маленько хотя бы его но не работаешь еще да хоть не нападай преступник пойман наворованный в руках нет отпускают прошлый раз также отпустили но заставили его работать сколько-то дней работа наказание он не работает дальше он опять воровать идет вышел куда он пойдет ну я немного ему о боге рассказал тоже женя звать его мы все данные там сфотографировали минист не слыхала не видал что преступника задерживать нельзя это какое-то новое уже постановление это уже просто государства никакого не будет при таком положении это полный развал ну и уже ли это президентские указы такие ну вот про этого человека тоже деятель липовый шарлатан вот они липовые шарлатаны на здесь что русском народе сказано антоний храповицкий труп черри кроты поганые насекомые юрий соболев пишет мир вам игнатий тихонович с воскресным днем спаси христос мысль такая посетила заповедь христа об отвержении себя связано так думается с самой природой природой греховный человека заключенный в эгоистическом центризме его всех его даже малейших деяний поступков абсолютно правильно я все время подчеркиваю какой-то христианин отвергнись себя твой характер прежний что ты знал все вы счастье дай богу место каким бы ни был высоконравственным человек он не может прыгнуть выше головы вырваться из-за этой квадратуры круга отвергнуться себя любой поступок мотивирован корыстью выгодой заинтересованностью супер верно я достаиваю всегда отвергнись себя возьми крест следу за мной три ступени как следует за христом быть христианином они отвергся себя и сквернословят и пьют и блудят это прекрасно показал 19 веке веке кант своей известной критике как же разрешают сия невозможная сама премудрость господь наш иисус христос ежели отвергнуться себя невозможно прими меня говорит он дабы не ты человек но я но я сразу не заметил большой буквы но я вот господь говорит ну и раз уж так промахнулся то я его поставлю сейчас в ряд выше но я занял твое место на кресте и всюду посему и говорит боже на апостол павел и уже не я живу но живет во мне христос а что ныне живу во плоти то живу верою в сына божия возлюбившего меня и давшую себя за меня галатом 2 20 ведь истина это отвержение себя ради христа который есть и путь и истины и жизнь и она 14 6 через двоеточие нужно как вот юрий пишет православных через запятую и сразу видно библию не знает через запятую стих от стиха если они идут не сплошняком допустим 42 потом отдельно 47 отвергнуться которого нельзя как благого основания так как ранее невозможно было отвергнуться человеку себя теперь же это отвержение ради того кого отвергнуться нельзя как дивно все устроил боже даже этот самый грех как неистребимый инстинкт становится крепчайшим механизмом соединения человека со христом способствующим благом молиться надо молиться и бог занимает место в твоем сердце вместо тебя можно сюда добавить и то что человек к не своему чужому относятся прохладно если нет возможности сделать это своим ежели сделаешь свое чужим как же за него держать это потому отвергни себя а на место отвергнута своего поставь христа и тогда чужого не своего не будет его вместо стяжательности будет христианское небезразличие если нет последнего то значит что значит запятую не было и первого вот это вот не знает такое вот не написать там который нападает духоносные додину скворотовский они никогда не напишут они этого не знают они живут для себя в самом себе христу место никакого не дают вот эти все тролли что нападают вот например у вас вижу редкое небезразличие даже к мелочам такого я не встречал в своей жизни ни у кого храни господь поклон потеряевки и вот вчера воскресный день был в начале свара поймали и там все будет выставлено как было будете писать но если сам ничего не делаешь что вот сегодня выставил тут какой-то глюк что дубль дает повторяет ролики то я уже сбился и бывает кое-где с повтором будет так что тут обижаться не надо от нас не зависит техника сама выставляет дважды и все ну вот тут что бульдозер тут работали я с ним вожусь бульдозеристом то и вот получается что 11 роликов сегодня поставил 11 мы все абсолютно выставляем все открыто ничего нельзя не прячем ну канал три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч 214 просмотра подписчиков четыре тысячи четыреста семьдесят семь нас отнесли уже к средствам масс информации вот наш форум посмотри какой город как страшно тут все это живут нельзя быть не нормальным человеком все это видит безделье сколько лагерей сколько воровство грабежа убийство парке там делает а парке там что раздоль а щекотелом ну и вот наши мой мир моя страница и сегодня написал евгений перфильев он создал вот это вот петиция медведеву по лагерю он написал так петицию открыли ее можно снова подписывать видимо были обильные хакерские атаки для ее закрытия но администрация сайта разобралась слава тебе господи вот видите как я не слежу за этим ну петиция вот посетители у меня какие николай скляренко максим еще симон не означает не пойму что означает сим вот остальные тут кто посмотреть всех кто зашел евгений давыдкин алексей куракин сергей игнатов все с бородами евгений перфильев то зачем не свою фотографию ставил или свою вот болт что болт на ну и как дружить с болтом или еще что-то подразумевает смотрите такие разные люди стоит опрокинулась лежит светлана закрылась пущеглазого зверька поставил вот пожалуйста александр сихоцкий глаза видать без очков борода или вот александр моресе вот таким и должно быть женщина вот эти как платке смотрит в сторону это я не люблю надо все-таки сюда сергей парализованный спаси господи это которая у меня посетители михаил батугин что-то не пойму еще у него с бородой здесь нет весело вот лифанов видите какие-то юлия старается тоже но смертнов вообще простой вальтина с артистом по платке наш уже а эти не знает своим телом играют тело какое у него до твоего-то заслуга какая кости смрад будет лежать выворачивается надо так вывернуться все ногу поставить торгую чем зловонием вот одета пожалуйста катерина теникова игрушечка красота лепота одета как и глаза не закрыты очки они и к месту вот так ну и последний наш ресурс всегда показываю очень очень богаты это наш православный библейский сайт вот он где сейчас откроется покажу и тут вопросы и ответы самое самое главное во всех моих ресурсах и вот она как вот справа 4124 ответа так просим благословения на этот день бог обильно нас благословляет работу такую трудную по прудам невозможно бог дал хорошего бульдозериста волкову владимир иванович практически уже закончили последний южный пруд он еще немножко подправит тут может быть не два не это дополнительно еще обойдется в 35 тысяч рублей каждый день тут ну вот здесь все богу нашему слава во веки веков аминь